Всем привет! 29 августа в 4 часа дня у меня пройдет встреча в магазине ИКИ. Я жду вас всех. Если вы хотите знать все о жизни в Южной Корее, о моде, об обучении или просто пообщаться со мной, то приходите, я вас буду ждать. Адрес оставлю внизу. Всем привет! Меня зовут Найвен Хвастин, где я рассказываю о своей жизни в Южной Корее и не только. Это моя мама. И мы с мамой приехали в Корею, потому что у меня завтра будет в выпускном университете. Мы приехали сюда на 7 дней, и все эти 7 дней вы будете с нами, так что давайте начнем. И попробую сделать то, чего я никогда не делала. Это недельные влоги, или как они называются. И надеюсь, получится. Мы с мамитой купили себе старпортного маму выдаванного кофе, а я купила свой самый любимый напиток, который, к сожалению, нет в Казахстане. И я все пытаюсь его найти, и у него нет. Это называется Fashion Tank утилимонэйн. И те, кто будут здесь в Корее взять в брус, это вероятно вкусно. Тем временем мы с мамой едем на автобусе из аэропорта Кинчон. Ко мне домой. Проезд на автобусе стоил нам 10 кг. Каждый год, и кофе стоит в районе 5-6 кг. Итак, мы с мамой уже приехали, заселились в отель ко мне домой. Я переоделась в свои супермодные штанчики. И сейчас мы идем в одно из моих любимых мест покушать. Называется Альчон. И что-то мне подсказало, что возможно оно будет закрыто. Надеюсь, что нет. Все-таки это место не закрыто. Мой любимый мест называется Альчон. Ну, вы сейчас, конечно, очень поняли, что там написано. Нам уже дали закуски. Это кимчи, там эта штучка о донке, она называется. Потом это редька в маринаде. Это тоже редька, только в другом маринаде. И естественная вода. Решила, чтобы показывать, сколько у нас вышло. В общем, у нас за 2 Альчона вышло 2400 вон. Вот так вот. Та-дам! Вот он Альчон. А так, где соль? А, вот. Вот мама, это же елесы. Вот так можно это все размешать. Из-за того, что блюдо горячее, сейчас сыр немножко подтает. Ммм, да. И потом будете кушать. Мы с мамой убрали отсюда мясо, потому что здесь свиное мясо. Свиное. Но вообще, по идее, внутри будет мясо. Типа, если кто-то переживает, что это мясо. Бывают же люди, которые не могут любить мясо. В Сеуле ужасно жарко, просто невероятно. Ужасная жара. И мы с мамой ходим, здесь умираем от жары. Сейчас мы пришли на станцию метро. И мы собираемся поехать на улицу Инсадон. Инсадон это такая улица, где все в таком традиционном корейском стиле. Там даже есть такие, получается, дома в традиционном корейском стиле. А еда. И там даже Starbucks написано на корейском, что является редкостью здесь. Вот. И мы с мамой сейчас пойдем, покажем все потом маме. Потом после этого выйдем на Каннам. И вы все это с нами увидите. И тут вот уже начали продавать всякие традиционную посуду, сумочки. Там были современные ханбоки. И что еще очень прикольное на этой улице, это то, что все бренды написаны на корейском языке. Допустим, вот этот бренд Club Clio, он обычно везде написан на английском, но здесь именно написано на корейском. Starbucks, потом там Vanilla Co, все написано на корейском языке. Типа, вон, Etude House. Типа, такое все дофига традиционное, традиционное. Мы с мамой зашли в магазин, где продаются какие-то традиционные штучки. Здесь, смотрите, такие красивые заколки. Я так тихаря пытаюсь снимать, чтобы никто не замечал, что я снимаю. Но они такие красивые, невероятно просто. Мы с мамой падки на всякие красивые вещи. Женщины купили уже себе вееры, купили себе заколки на волосы. Не доехали до Канавы, называется. Почему? Моя мама за последние две недели стала суперпрофессиональным фотографом. Но почему-то сейчас как-то жестко ступило. И она должна была меня сфоткать, и потом сказала, Алтай, ты слишком черный, я подхожу. Она, оказывается, ничего не сфоткала. Вообще ничего. Тем временем мы до сих пор не дошли до Канавы, хотя уже 7 часов вечера. Мы не можем найти теперь, как это называется. Мои резко поменяли планы и приехали на Шен Са Дон. Это тот район, который я уже неоднократно показывала в своих видео. Вы, наверное, уже много раз его видели. Но, тем не менее, моя мама здесь не была. И я решила сейчас сходить ее сюда, потому что это оказалось бы решением Канам. Вот так. Если вы приедете на Шен Са Дон, то здесь есть так, как и на Канаве. Это очень важно, чтобы объявление из вам из классических европей. Потому что очень много классических европей находится здесь, в нашем городе. Вот и улица Шен Са. Та самая улица, которую вы видели в моих влогах, в миллион раз. Сегодня я привела сюда выслужить маму. И для начала мы хотим найти место, где мы можем перекусить. Но я боюсь, что сейчас все наше время будет на еду, и мы ничего не покажем. Надеюсь, что это будет не так. Мы с мамой думали, что это настоящие собаки. Они, кобец, выглядят как настоящие. Тем временем мы с мамой до сих пор не нашли, где поесть. А мама хочет уйти. Мама любит такие магазинчики. Здесь реально очень красивые магазины. Так что девочкам, у которых есть очень много денег, вы можете сюда приходить. Потому что здесь все достаточно дорого. Но знаете, я вам что скажу? Вы можете поехать на Ихва, район такой, и там найти примерно то же самое, в чуть менее хорошем качестве, но зато подешевле намного. И, конечно же, в первый день наш в Корее мы идем в любимое место моей мамы. И мое. Она называется Югане. Я не знаю, видели вы его в моих блогах или нет. Я не знаю, снимала ли я его или нет. Но это просто офигенно вкусная курица. Если кто из вас знает, называется Токкальби. Жареная курица. Там мы ее добавляем еще туда сыр. Можно добавить рис или рамен. Это невероятно вкусно. Вот она. Югане. Сейчас вы увидите все это. И, наверное, вы хотите сделать вкус. Извините. Извиняйте заранее. Вот она. Вот тот самый блюд, который мы с мамой просто обожаем. Здесь, в общем, овощи. Ну, как вы видите, да? Потом там исток, курица, фрактальби в официальной паути маринованной. Маринованная специальная паути. И здесь, в общем, сейчас еще добавят сыр. И потом ты просто берешь это блаженство, заворачиваешь сыр. И ежедневно вкусно. Тем временем мы здесь закуски. Здесь вот обычная маринованная редька, кимчи. Наш самоленый салат. Это просто, знаете, просто нарезанная капуста. И что-то добавлять в какой-то непонятный супер-косов соус. И все. Мам, ты рады? Хотя вам воссоединение с этим местом спустя год, да? Итак, сейчас я вам покажу, как мы кушаем это блюдо. Ну, это очень легко, но все равно хочу вам показать. Вы берете, в общем, курицу, обмакиваете ее в сыр. Вот так всю, полностью. Ого! Блаженство от едения. И кушаете. Если кто-то из вас думал, что, возможно, это слишком огромная порция для двоих людей, то посмотрите, мы с мамой сели все. Хотя обычно мы не прям так много едим. Так что это для двоих людей самая нормальная порция. Это стоит 22 тысячи вон. Если вы хотите, можете добавить еще рамен или сыр, ой, или рис. Да, вы смотрите, вы можете добавить сюда рамен за 1500, или стикер за 2, продонус за 2, и сюда потейда... Сколько? Это, да, 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 я не знаю. Кокпоке? Да. И обычный рис. Здесь вы хотите добавить, нет, тысячу вон. А, нет, это, короче, чашка риса. Просто как дополнительнее будет тысячу вон. А если вы хотите добавить внутрь этого клюза, это будет 2 тысячи вон. Вот так вот. На этом наше слое приключение с едой заканчивается, и мы сейчас пойдем кушать мой любимый Сульбин. А еще, если среди вас есть фанаты... Ой, я забыла, как его зовут. Я забыла, как его зовут. Ну, короче, он рекламирует Юганэ. Здесь написано «Онээ на рам Юганэ со ты дэхалэ». Типа, сегодня пойдешь со мной на свидание в Юганэ. Мне кажется, это шикарный маркетинговый ход, потому что все, кто его любит, они кольку будут снаханять. Наконец-то, спустя миллион попыток, мама сделала мне нормальную фотографию. Спасибо, мама. Тем временем мы поели, хотели зайти в Сульбин, но там не было моего любимого мороженого, поэтому мы вышли оттуда, и сейчас просто опять гуляем, потому что после того, как мы поели и отдохнули, у нас появилось второе дыхание на покупки. И вот мы сейчас гуляем теперь. В общем, так вот заканчивается наш первый день в Сеуле. Мы взяли с мамой себе молочко и взяли себе булочки на завтрак. Просто эта машина хочет нас задавить. Спасибо всем, что смотрели это видео. Я вас всех сильно люблю. Всем пока-пока. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал и пишите мне за много комментариев. Всем пока. Нам скажи пока. Мама, скажи пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok